Дальше автор говорит, Знай, что не является дозволенным имущество мусульманина иначе, как с его согласием. Но если у кого-то есть запрещенное имущество, то имущество, которое он у кого-то забрал, незаконно, он несет за него ответственность. Никто не имеет права взять что-то из этого имущества. Потому что, может быть, этот человек, который взял это имущество незаконно, может быть, он покается и захочет вернуть это хозяевам, а ты, получится, взял харам, ты взял запрет. Итак, автор говорит здесь о неприкосновенности имущества мусульманина, говорит, что нельзя посягать, брать, забирать что-то из имущества мусульманина, если он этого не хочет, если нет его согласия на это. Это неприкосновенность мусульман, которую мы должны соблюдать, она охватывает неприкосновенность этих трех вещей, неприкосновенность их жизней, неприкосновенность их чести и неприкосновенность их имущества. Если человек входит в ислам, все ислам стоит на страже его вот этих вот трех вещей, и никто не имеет права посягать на них. Поэтому сказал пророк Али Саратов Ассалам, каждый мусульманин неприкосновенность для другого мусульманина. Его кровь, то есть жизнь, его имущество, его честь. И в прощальном хадже, что говорит пророк Али Саратов Ассалам? Поистине, жизни ваше и имущество ваше, и честь ваша, неприкосновенный друг для друга. Как неприкосновенен этот ваш день, священ этот ваш день. Какой день? Явму нахар, день жертвоприношения. В этот ваш месяц. Какой месяц? Зурхиджа. В этом вашем городе. В каком городе? В Мекке. Поэтому нельзя посягать на имущество мусульманина и забирать что-то из его имущества без его добровольного согласия на это. Если он соглашается, да, тогда это халяр. А если забирают у него силой что-то, без его довольства, без его согласия, если отбирают или воруют, или поступают вероломно, каким-то вероломным путем что-то забирают у мусульманина, то это харам. Также неприкосновенно это, как неприкосновенная жизнь, как неприкосновенная честь мусульманина. И Аллах, Субхану Атали, говорит об этом в Коране. Говорит. Не поедайте, имущество ваше между вами неправедно. И говорит Аллах, Субхану Атали, Если только это не торговля по взаимному согласию между вами. Многие люди, Субхану Аллах, многие люди не обращают на это внимание, так или иначе посягают на имущество других. Конечно, крайние варианты бывают, когда и убивают, и грабят, и забирают. Бывают, воруют, воруют. Иногда совершают такую вещь, как хьяна. Вероломно как-то забирают имущество. Или обманывают. Обманывают, совершая мошенничество в торговых сделках. И не думают. И вот так вот забирают неправедным путем имущество своего брата-мусульманина. Это все харам, и это более того, это кебира минер кебая. То есть, это из великих грехов. И автор говорит, и если у кого-то есть вот такое имущество, полученное вот таким путем, таким запретным путем. Чужое имущество, по сути, факадламинаву, все он несет за это ответственность. Если кто-то взял без права имущество своего брата, каким бы то ни было способом, из запрещенных способов, все, это имущество на нем лежит. Нет, он должен, обязан вернуть это хозяевам этого имущества. Все, он несет за это ответственность. Обязательно то, что взято неправедно, должно быть возвращено до смерти тому, у кого это было взято. Если не сделает это при жизни, значит, в судный день будет расплачиваться уже своими хасанатами, своими праведными деяниями. А может быть так, что будет отдавать и отдавать и отдавать свои хасанаты, свои праведные поступки, и уже не останется у него праведных поступков, а рассчитываться надо. И что тогда? Тогда будут брать прегрешения вот этих вот обиженных людей им, чьи права он попрал, и будут вешать на него эти грехи, а потом он будет брошен в ад, да упасет Аллах, Субханава Тааля. Поэтому имущество мусульманина, хоть ты его взял путем того, что называется гасп, то есть грабеж, или совершая какую-то запрещенную шариатом операцию финансовую, или отобрал ты, или украл, все, ты несешь ответственность, ты обязан в этом мире уже отдать. Либо в этом мире отдашь, либо, значит, отдашь после смерти, отдашь вахера вечной жизни, поэтому будь осторожен, обрати на это внимание. Обязательно, так или иначе, ты должен отдать здесь или там. И, конечно, здесь рассчитаться, это лучше, чем это оставить потом на судный день. Человек не понимает. Некоторые люди говорят, да лучше я там рассчитаюсь уже потом. То есть деньги так и так, так любит он деньги. И свое имущество так и тяжело ему отдать здесь. Он думает, ну ничего, отдам там. И человек не понимает, что там каждое хасана, каждое благодеяние для него будет гораздо важнее, чем тысячи и миллионы денег здесь, на земле. И автор говорит, может быть, он покается, этот человек, который взял, и захочет вернуть имущество хозяевам имущества. А ты возьмешь, если у него, то возьмешь запретное. О чем говорит автор здесь. То есть если ты знаешь, что этого человека, имущество, которое у него, это имущество харам, это чье-то имущество, отобранное у кого-то или украденное у кого-то и так далее, ты не можешь брать. Ты не имеешь права брать это. Почему? Во-первых, потому что ты знаешь, что это харам. И как ты сделаешь для себя эту дозволенность, ты знаешь, что это харам. Ты знаешь, что этот человек не владеет этим. Как ты можешь брать оттуда что-то? Это раз. Второе. Может быть, этот человек, он пока и захочет вернуть имущество. Если ты у него заберешь что-то, возьмешь, то как он вернет потом? Он уже не сможет потом вернуть. Это второе. Третье. Если ты будешь это делать, возьмешь что-то у него, ты окажешься поневоликом. Так или иначе, вернее, ты окажешься что-то соучастником. Соучастником в этом преступлении и в этом вот беззаконии. Поэтому делать это нельзя.